После чудовищного теракта в подмосковном Крокусе 22 марта многие звезды отечественного шоу-бизнеса не только выступили со словами сочувствия, но и пожертвовали пострадавшим крупные суммы денег. На их фоне обращение певицам они же выглядело в глазах россиян кощунственным. И сейчас звезда столкнулась с последствиями своего поступка. Я рада, что моя бабушка не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка. С таким обращением в микроблоге выступила в итоге Мани же вскоре после теракта 22 марта в Крокусе, прокомментировав задержание боевиков. Тогда артистка сразу же столкнулась с волной негодования интернет-пользователей. Люди требовали СК проверить оскандалившуюся звезду по статье об оправдании терроризма и лишить ее российского гражданства. Отличилась только Алла Пугачева, публично извинившаяся перед Манижей. Но в глазах абсолютного большинства певица, еще казалось бы недавно представлявшая Россию на международном вокальном конкурсе Евровидения, совершила непозволительное, проявила сочувствие к террористам, ответственным за смерть 145 человек. И, как итог, с ней не хотят теперь работать не только на территории РФ, но и за границей. Известно, что отказы звезде приходят из Белоруссии и Казахстана. Так что всего из-за одного видеоролика в сети артистка умудрилась лишиться самого ценного – возможности зарабатывать, занимаясь любимым делом. Пока что Мани же доступны лишь корпоративы за полтора миллиона рублей. Субтитры создавал DimaTorzok